Это тема дня. Мы продолжаем наш эфир. Спасибо, что остаетесь с нами. Одним из самых популярных праздников в нашей стране является День автомобилиста. Именно транспортники задают рабочий ритм всем отраслям экономики, обеспечивая жизнедеятельность городов, сел, станиц. Они создают условия для инвестиционной активности в регионе. Ежедневно услугами автомобильного и электротранспорта пользуются миллионы жителей нашей страны. В прошлом году в Сочи впервые прошел конкурс «Водитель года-2017». Он был приурочен к Дню автомобилиста. Гонки на автобусах определили лучшего водителя общественного транспорта края из числа 70 претендентов, приехавших в Сочи из 19 муниципальных образований Кубани. В этом году на сочинском автодроме гонку повторят. Подробнее об этом мы поговорим как раз сегодня с нашим гостем. Это Алексей Владимирович Смоглюк, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вот буквально перед эфиром успели с вами перекинуться двумя вопросами. Расскажите, как будет выглядеть эта гонка и кто придет первым или кто более качественно выполнит задание? Что будет определять победителя? Если разрешите, я немножко сразу поправлю. Во-первых, у нас конкурс не первый. Проходил в прошлом году, он уже второй у нас. И в этом году будет третий раз мы проводим. Поэтому мы перевели на ежегодную основу. У нас три номинации. Это водитель в малом классе, средний класс и большой класс. Различные конкурсы. И сразу хочу поправить, что у нас нет конкурсов, по которым водитель автобуса едет по всей трассе Формулы-1. Да-да-да, сразу картина рисуется очевидной, почти болит. И понятно, что здесь смысл водительского мастерства проводился именно к определению по безопасности, по качественному предоставлению транспортной услуги. И начинается у нас конкурс из теоретических теорий. Это, соответственно, правила дорожного движения, когда все отвечают на соответствующие тесты. В этот раз мы немножко их разнообразим, кроме тестов на знания правил дорожного движения, которые стандартно проходят во всех школах. Еще будут несколько вопросов, связанных с историей, с историей транспорта на Кубани. Технических будут тонкости там? Технических тонкостей на самих теоретических вопросах не будет. А вот что сказать, исторических это да, либо интересных фактов. Например, какие? Можете привести пример? Ну, у нас были, сейчас я не хочу просто раскрывать все вместе, а то сразу, если я сразу вопросы начну... Они посмотрят наш эфир и будут знать ответы, ладно. Конечно, будут знать ответы, но это будет история, когда был первый транспорт, какой автомобиль, ну, к примеру, да, там, когда, какой был первый маршрут, там, то есть вот... Самый длинный маршрут, например, да? Например. Вот, поэтому такие вопросы будут, конечно, разбавлены, скажем так, вот сами теоретически, когда речь идет о правилах дорожного движения. Ну, а что касается самих конкурсов, то здесь, конечно, конкурсы какого плана у нас проходят? Ну, к примеру, по правильной посадке-высадке пассажиров, соответственно, чем ближе, корректнее подъедет к остановочному пункту, да. Потом по комфортности езды, когда в кабину автобуса, в салон автобуса ставится специальная емкость с жидкостью, и она показывает, насколько комфортно водитель едет, то есть сколько развивается этой жидкости. Да, да, то есть чем больше выливается, тем, соответственно, меньше баллов он их набирает. Вот, вот в таком плане такие конкурсы, либо, допустим, для автобусов большой вместимости, это на сообразительности у нас багаж, который нужно, соответственно, у людей взять, багаж загрузить, и багаж, соответственно, выгрузить и раздать ровно тем, у кого он брал. То есть вот такие моменты. Вот, поэтому вот такие конкурсы, они предполагают, вот они, в принципе, не столько, может быть, счастливы, они носят характер такой прикладной, практический, который в жизни, конечно, водителю автобуса он нужен. Вот. А вообще, как родилась такая идея? Почему администрация Края вот именно решила в таком формате мотивировать наших водителей? Ну, вы знаете, на самом деле, наверное, будет правильно, что такие мероприятия раньше не были и проводились еще в те времена, когда были общие предприятия, общие профсоюзы и так далее. И они помогали в какой-то степени сплотить коллективы, немножко разбавить такую, значит, серовную жизнь официальную. Вот. Кроме этого, у водителя появляется стимул, да, потому что мы на конкурс приглашаем исключительно тех, кто не имел соответствующих нарушений правил дорожного движения в отчетном году. Соответственно, не имел там нарушений ПДД, там, где он являлся бы участником. То есть это формат поощрения? Это поощрение. Это стимулирует человека, как бы, во-первых, он отбирается самим предприятием. Во-вторых, отбирается муниципальным образованием. То есть поступают рекомендации с предприятия, с муниципалитета. После этого, соответственно, они приходят к нам на конкурс. Поэтому едут туда только лучшие из лучших. И каждому водителю, наверное, было бы интересно стремиться попасть именно вот в этот перечень лиц ограничений, которые являются лучшие из лучших. Что получат победители? Давайте сразу мотивировать их до конца. Я хочу сказать, что каждый год у нас разные призы, разные номинации, в которых те или иные получают. Начиная от... Ну, самое главное, да, в каждой номинации есть переходящий приз. И этот переходящий приз, он выходит из муниципалитета в муниципалитет в зависимости от того, откуда предприятие, соответственно, выиграл ту или иную номинацию. В каждой номинации есть, конечно, три места. Первый, второй, третий. Вот. И, понимаете, у нас получается как три номинации, да, и в каждой номинации, соответственно, три победителя. Это у каждого свой кубок. Есть переходящий, как я сказал, и есть тот, который остается, соответственно, ну, кроме этого, ценные призы, подарки, которые либо от спонсоров, которые у нас участвуют. Вот. Их, может быть, не так много, но производители автобусов, вот сейчас там у нас есть... Серьезные получаются, да? Кроме этого, сейчас Газпром, нефтепродукты, которые, соответственно, поставка масел там и так далее. Вот они и выступают одним из спонсоров, которым какие-то призы предусматривают для победы. Давайте спросим у компании-переводчика, как они готовятся к этому мероприятию. С нами на связи Иван Борисович Петров, директор компании-переводчика, как раз компании Кубань. Иван Борисович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как относитесь к такому соревнованию, как «Водитель года»? В Сочи поедете? Добрый день. Очень приветствуем мы такие мероприятия. Очень нравится, что в последние три года проводится этот, можно сказать, праздник для водителей, для коллективов. Потому что съезжается очень большое количество людей, все участвуют, отменно опытом. Это праздник для коллективов. Иван Борисович, расскажите, пожалуйста, вот как сегодня перевозчики работают, чтобы минимизировать число ДТП? Потому что иногда, конечно, к сожалению, бывают участниками аварий, вот именно пассажирские виды транспорта. Для того, чтобы минимизировать количество ДТП, проводятся инструктажи. Плановые, внеплановые, сезонные. По каждому факту ДТП проводится служебное расследование. И по итогам проводится, опять же, неплановый инструктаж водителей этого маршрута, чтобы разобрать конкретно взятое ДТП. Потому что оно привязывается к месту ДТП и маршруту. Либо это режим работы светофора, имеется какую-то особенность, либо еще какие-то моменты. Хочу спросить у вас, вот как подбираете водителей? И есть ли какие-то правила, кому, например, ни в коем случае нельзя водить автобус? Есть ли такие возможности? Ну, подбираем людей. Во-первых, в настоящий момент существует дефицит водительского состава в данной отрасли. Недостаточно водителей. Но в любом случае мы отбираем людей, мы смотрим на стаж работы водителя. Как часто меняет работу режим, ну, место работы сотрудник. После того, как мы видим, что водитель нам подходит, мы обязательно проводим стажировку водителя на маршруте. То есть он выезжает с водителем-инструктором, и они несколько дней ездят, смотрят маршрут. Он смотрит режим работы светофоров, режим, как подъехать к остановкам правильно и так далее. Если говорить о безопасности пассажиров, то очень часто она связывается именно с обновлением автопарка, что, ну, чем новее будет автомобиль, тем лучше. Вы согласны с этим? Как часто получается обновлять парк? То, что новый подвижной состав, конечно, безопаснее, это факт, это правильно. И мы поддерживаем необходимость замены подвижного состава. Если говорить про предприятие Кубань, которое я возглавляю, то в настоящий момент у нас ежедневно на линию выходит 108 транспортных средств, из которых 90 транспортных средств меньше трех лет. Поэтому наше предприятие прикладывает максимальное усилие для того, чтобы обеспечить выход на линию современного транспорта. Спасибо вам большое, Иван Борисович, хочу сказать, и за то, что вы смогли поучаствовать в нашей программе. С нами на связи был Иван Петров, это директор компании, перевозчика акционерного общества Кубань. Алексей Владимирович, возвращаясь к вопросу, вот именно о самом конкурсе «Водитель года». Знаете уже примерно, может быть, какие-то есть муниципалитеты, которые вырываются в лидеры, которые стабильно идут с отличными результатами? Можете сказать? Ну вот по итогам прошлого года, например. Ну, смотрите, в прошлом году у нас было три победителя в трех номинациях. Два из них было с Краснодара, один с Лобинска. В позапрошлом году у нас был победитель с Сочи, с Новороссийска. Ну, крупные города, я смотрю. Я говорю только о тех победителях, которые заняли первые места. Потому что вы понимаете, что есть первое, второе, третье. Соответственно, это говорит и в других муниципалитетах, которые тоже приезжают, пока они, может быть, не будут. Не обижается глубинка наша, например, там, я не знаю, Белая Глина, Мостовской, скажут, ну вот привыкли краснодарцы в пробках стоять и юлить, а вот мы нет. Я скажу, что, наверное, грех будет обижаться любому муниципалитету. Вот здесь, как раз, если муниципалитет-перевозчики не приезжает на этот конкурс, это говорит о том, что вот как-то они плохо работают с этим перевозчиком. Вот здесь вот мы хотели бы, чтобы все 44 муниципальных образования, они все активно занимали позицию по участию. Потому что здесь мы же не столько устраиваем прям вот такие серьезные соревнования, сколько хотели бы, чтобы все коллективы транспорта, они понимали, что они посмотрели друг на друга, посмотрели трассу Формулу-1. Потому что для водителя автобуса он все-таки, впервые, мужчина, водитель. Классно, да я бы тоже с удовольствием туда съездил. В этом году у нас, с изюминкой, у нас будут жены-водители, 10 женщин, которые водители общественного транспорта. Вот они будут участниками в этом отношении, у нас первый раз в этом, в этом году, когда у нас будут участвовать женщины за рулем. Как интересно. Вот, и у нас такие есть прецеденты, нам очень тоже это приятно. В Краснодаре тоже? Да. Если говорить о том, сколько было в прошлом году участников, и в этом году растет количество? Практически процентов на 30-40 каждый год идет прирост заявок о том, чтобы участвовать в проведении этого конкурса. Что получат компании, которые подали заявку? Есть у них уже какие-то, ну не знаю, гарантированные бонусы, чтобы вот как-то стимулировать их в дальнейшем? Я думаю, в первую очередь, это авторитет, престижность этой компании, которая есть водитель, который профессионально занят, в том числе победил в этом конкурсе. Поэтому, вот, наверное, это основное. И еще что важно, да, тот водитель, который возвращается с предприятия, даже если он не победил, но он участвовал, он в какой-то степени, пусть это будет не такое слово, заражается, заражается этой вот атмосферой, а вот не только праздника, этой атмосферой соревнований. Он рассказывает, это делится, и другие водители тоже хотят участвовать в этом процессе. У нас на связи еще один участник нашего сегодняшнего эфира, это Александр Балицкий, член регионального штаба ОНФ и координатор проекта «Дорожная инспекция карта убитых дорог в Красноярском крае». Здравствуйте, Александр, хочу вас спросить, на что чаще всего жалуются пассажиры общественного транспорта? Добрый день, в летнее время больше всего жалуются, что при наличии кондиционера водители его не всегда включают. Экономят, да? Что? Экономят бензин, не включают кондиционеры. Да, экономят бензин и не выполняют свои производственные и функциональные обязанности для того, чтобы комфортно перевоз пассажиров. А вот жалуются на то, что везут как дрова людей, потому что иногда, коллеги мои... Другие случаи, к сожалению, они нередки. Грубое нарушение права дорожного движения, в результате которого нарушаются права пассажиров, в том числе и перевозка в переполненных маршрутках. Это в основном страдают именно маршрутные такси. Автобусы. Ну и другие случаи бывают, когда остановки там тоже неправильно расположены на проезжей части или рядом с проезжей части, поэтому неудобно посадку... Александр, хочу у вас еще, знаете, о чем спросить. Когда эти жалобы к вам поступают, как вы потом разговариваете с водителями и бывали ли случаи, что продолжали поступать все равно? Как в таком случае ведется с ним тогда работа? По поводу жалоб мы обращаемся в департамент дорожного хозяйства и транспорта муниципального образования города Краснодар, потому что это в основном, оттуда жалобы не в основном, а все жалобы идут в Краснодаре, потому что такой большой грузопоток и предполагает то, что есть какие-то недостатки. В свои времена проводятся, всегда реагирует департамент, в свои времена проводятся проверки и устраняются недостатки. Но некоторые вопросы не относятся к компетенциям департамента, а есть Государственная инспекция дорожного движения, которая должна заняться этими вопросами. Сейчас мы в последнее время налаживаем с ними отношения и будем производить дальше ряды совместно с ГИБДД на выявление нарушений водителя. Спасибо большое. С нами на связи был Александр Балицкий, член регионального штаба ОНФ и координатор проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог в Краснодарском крае». Алексей Владимирович, хочу спросить, возвращаясь к нашим испытаниям водителей, на ваш взгляд, какое оказывается самым сложным больше всего трудностей вызывает у участников? Наверное, сложным все-таки теоретически сначала. Что касается практической стороны, может быть, за счет эмоций, которые некоторые делают ошибки, переполняющие эмоции, сложнее идти первым, кто проходит на конкурс. Те, кто идет в конце, может быть, даже попозже, они уже видят ошибки, они уже полегче, они видят эти вот сложные моменты, сложный поворот. Тогда я хочу пожелать вам, чтобы прошел очень хорошо конкурс, вывел новых лидеров и все больше было участников. Ну и самим участникам, конечно, справиться со своими эмоциями и показать на все, на что они способны.